Салаты из морепродуктов, выпечка, любимый на Кавказе шашлык и украинские варенички. Эти и другие блюда Тосы готовили для первой номинации «Кулинарный поединок». Жюри, которое возглавил заместитель мэра Анапы Сергей Козлов, оценивало разнообразие блюд и их качество. Глядя на торт «Весенний марафон», салат «Цветочные часы» и «Нагастагаевские пироги», понимаешь, конкурсантам хотелось не только сделать блюдо вкусным и полезным, но и проявить оригинальность. «В день города, итоги мы подводим, цветы, подарки, грамоты вручаем, передовых отосовцев и активистов величаем». «Визитная карточка» – так называлась вторая номинация. В ней каждый руководитель Тоса рассказывал о себе и своей команде. Но не просто так, а в различных жанрах. Кто-то сложил о себе целую балладу, кто-то решил, что его биография лучше прозвучит в песне и в окружении группы поддержки. Вот, например, как это сделала Анастасия Кульбякина, ТОС номер 63 из Анапского сельского округа, пригласив принять участие в празднике творческих людей разных национальностей. А Людмила Бурнайкина, руководитель ТОСа под номером 30, решила на деле показать, как нужно наводить чистоту на улицах и сделать из Анапы город-сад. Последний конкурс музыкальный у тосовцев самый любимый. Вот где можно подурачиться и зарядить зрителей творческим потенциалом. Руководитель ТОСа номер 4 Елена Чумакова и Надежда Комарова так вжились в образы Кристины Арбакайте и Аллы Пугачевой, что публике показалось, на праздник пожаловала сама Примадонна с дочкой. Знаменитая классическая кабара в Париже «Мулин-Руж» ТОС номер 25 решил преподнести зрителям по-своему, назвав выступление пенсионерским «Мулин-Ружем». А вот Людмила Бурнакина с песней «Кукарелла». Было три текста – русский, английский, перевод с английского на русский, как правильно произносить. Поэтому, ну и естественно, сами движения, это же не просто там стоишь, а надо двигаться, танцевать и действительно вживаться именно в этот образ, который ты показываешь своим зрителям. По завершению конкурса участникам были вручены дипломы и ценные подарки. Победителем была признана Людмила Бурнакина, в ведении которой находится 30-й округ города-курорта. На втором месте – Варгаш, Кабаса-Кальян, ТОС номер 139 Собсесского округа. И на третьем – Татьяна Гайдара, руководитель ТОСа номер 129 Приморского округа. Такой конкурс нужен, говорят ТОСовцы, ведь он сплачивает и помогает дружно делать многие дела на благо Анапы. Конечно же, общение. Общение – это только, а то мы каждый варимся в своем котле, скажем так, а так каждый делится, что новенького сделал у себя, что себе перенять тоже. И опять же, даже такие в характере у себя думаешь, да нет, нет, это я не смогу. А тут, пожалуйста, тебе сможешь и спеть, сможешь и танцевать, сможешь и тех же вареников налепить. Самые активные жители муниципального образования обещали и впредь никогда не останавливаться на достигнутом, а покорять все новые и новые вершины в своей работе. Светлана Авилова, Алексей Мухуртов, Анапа-Регион.